Может быть, помните то, что вам больше запомнилось? Какие-то знаки внимания, подарки от глав государств? Западные государства этим не увлекаются. Например, по своей неопытности я повез к Линтону такой небольшой ковер с его портретом. Наша алматинская фабрика выткрыла. Я думаю, он повесит и будет смотреть на себя. Мы передали этот подарок, потом я прихожу на встречу, и в приемная секретарша шпилькой прямо на его носок стоит. Он постелил в приемной. Вы это не позволили, да? Не позволили. У них это запросто. Наши постсоветские республики подарками увлекаются. Например, Берда Мухаммедов халтикинского коня подарил. Хороший подарок от души. Или узбекские халаты, или изделия. И так далее. Киргизы тоже лошадей дарят. Но мы тоже, что можем дарим, это так принято. Хочу вспомнить короля Испании. Он поддержал, когда решение принималось в Мадриде, в Испании. Где состоится заседание в УСЕ. Государство сидели и обсуждали. И он мне через каждые два часа оттуда звонил. Трудно идет. Но ты не волнуйся. Наш министр работает вместе с вашими. Значит, что-то получится. То есть считается нелюдимыми северные страны, например. Финляндия, Прибалтийские государства, Швеция. У меня были прекрасные с ними отношения. Они там мало разговорчивые. Они такие, но растопить их характер можно, когда ты на волну его настроишься и начинаешь разговаривать. То есть для главы государства, хочу сказать, очень важно свои какие-то амбиции, излишнюю гордость спрятать, чтобы решить вопросы ради страны.